Битва чемпионов 2011 24 июня. Аэропорт Архангельск. Шасси самолета, прибывшего из Москвы, проседают под тяжестью груза. На борту дюжина сильнейших атлетов мира, приехавших в столицу Поморья, чтобы устроить настоящую битву. Битву чемпионов. Скалой на фоне прибывших пассажиров смотрится победитель турнира прошлого года в жиме штанги лёжа Кирилл Сарычев. Кирилл, с каким настроением, а главное настроем приехали в этом году? Как всегда с праздничным. Город мне очень понравился в том году. Отношения, как встречают. Это самый лучший из всех турниров, на котором я когда-либо бывал. Всегда-сегда еду с радостью. В этот раз я убрал всю нагрузку на ноги. Готовился именно чистым ножом лёжа. Рассчитывайте на рекорд? Стараемся. На битве чемпионов 2010 Кирилл поднял штангу весом 300 килограммов. Это лучший результат в России. Однако интрига турнира заключается в том, что в этом году конкуренцию нашему богатырю составит прославленный вензор Ласло Мезараш. Совсем недавно он установил рекорд Европы, выжав штангу в 320,5 килограмма. Я приехал не на шоу, а на серьёзный турнир. Здесь собрались одни чемпионы. Надо показывать результат за 300 килограммов. Доказывать свои притязания на победу предстоит на следующий день. А пока размещение в гостинице и пресс-конференция. Ведущий турнира 2010 года Андрей Жданов вновь будет у микрофона. Для него битва чемпионов открыла двери в мир спорта. Он сам стал ходить в спортзал. И сегодня просто гордится своей сопричастностью к этому соревнованию. Ребята создают принципиально сильный, сильный бренд для нашего города. Бренд мирового уровня. Для зрителей турнир битва чемпионов в первую очередь грандиозное шоу. Профессиональные спортсмены такую трактовку не отвергают. Ведь именно зрелищность и раскрученность этого вида спорта могут поспособствовать тому, что в пауэрлифтинг потянется молодёжь. Ребёнок, юноша, понимая, что есть такой турнир, он чётко осознаёт, что ему надо пройти определённую подготовку 5-10 лет и потом стать чемпионом. Это замечательный ориентир в долгосрочной перспективе. Потому что всё, он уже не на улице, он не хулиганит, он занимается в зале. 25 июня, день турнира. Зрители собираются в актовом зале, а спортсмены в разминочном. Обратите внимание на эту девочку. Марьяне Наумовой, 12 лет. Она абсолютная рекордсменка мира среди подростков. На битву чемпионов девочка приехала с показательными выступлениями в жиме лёжа. Я попала в этот спорт благодаря своему отцу и моему тренеру. Я поехала с ним на соревнования, так как меня не с кем было оставить дома. И во время перерыва я увидела разминочный лежак, где папа разминался, и решила попробовать. У меня получилось 20 килограмм на 4 раза. Вот я сейчас являюсь уже мастером спорта международного класса, и я уже соревнуюсь с женщинами. 40 минут почти. Помощь вам, Боже. Агел хранит, а дай победа. С собой в первую очередь. Рекордсмен Европы и мира Олег Кушнарёв на битве чемпионов 2010 получил тяжелейшую травму – разрыв грудной мышцы. Долго восстанавливался и в этом году ехал лишь на показательные выступления. Но, вступив на поморскую землю, решил участвовать в основной программе. Руки сразу затряслись. Появился кураж, адреналин. Я же уже немножко перезаказал первый вес. Очень рад. Просто рад снова появиться здесь и выступить в компании этих людей. Тут собрались самые достойные. Здесь лучшие. Лучшие из лучших просто. И так началось. Спортсменам отводятся 4 попытки. Джентльмены уступили место на помосте даме и не напрасно. Марьяна Наумова сначала повторила свой лучший результат в 67,5 килограммов, а в четвертой попытке превысила его на 2,5 килограмма, установив новый абсолютный рекорд мира. Сейчас я успокаиваюсь, потому что я не могу. У меня нереальный адреналин, как у всех участников, потому что играет музыка, ты настраиваешься. И вообще нереальные эмоции. Борьба за первое место в жиме штанги лёжа, как и предполагалось, развернулась между Кириллом Сарычевым и Ласло Мезарышем. Последний уверенно взял 290 килограммов во втором подходе. Но на этом силы и закончились. Кирилл в третьей попытке смог повторить свой прошлогодний результат 300 килограммов. На больше его, к сожалению, не хватило. Ну, немножко не получилось. Еще меньше, чем в том году не дожал. Ну, не знаю. Еще немножко страх был. Приехал с небольшой травмой. Синячочек на руке просто боялся еще немножко. Ну, а так, в принципе, неплохо получилось. В этом виде спорта победитель определяется не столько по весу поднятой штанги, сколько по специальному коэффициенту. Учитывается соотношение собственного веса спортсмена и штанги. Объективность результатов гарантирована. Главным судьей соревнований выступает легенда мирового пауэрлифтинга. Великий тренер и один из лучших методистов – Борис Шейко. Первое место по праву досталось Ласло Мезерушу. Хотя своим результатом он остался не вполне доволен. Я привык немножко к другой технике, поэтому у меня сегодня возникли некоторые проблемы. Но свой рекорд планирую побить в следующем году. Что вы можете сказать о турнире в целом, его организации? Драматично сложился турнир для его дебютанта Вадима Кахуды. В третьей попытке он установил абсолютный рекорд России в категории спортсменов до 100 килограммов. Выжав штангу в 257,5 килограммов. В четвертой попытке шел уже на невероятные для своего веса 262,5 килограмма. Подвела простая оплошность. Зацепил стойку, штанга вниз пошла после зацепа. В принципе, а так легко. Я ее как бы чувствовал, контролировал. Надо было просто подальше. Отлично, наверное, отстой. Ну, не предусмотрел. За борьбой с сильным телом и духом мужчин наблюдают сотни зрителей в зале и тысячи в интернете. За кулисами, за перипетиями борьбы следят девушки-ассистентки. Они тоже поднимают вес, только на специальной табличке. На турнире они впервые, но, судя по всему, не в последний раз. Мужчины самовыражают себя и становятся сильнее с каждым разом. Мне кажется, это вообще очень хорошо. Я сама планирую заняться пауэрлифтингом, поэтому я, можно сказать, фанат этого спорта. И посмотреть, как спортсмены делают рекорды России, рекорды мира, это, конечно, супер. Супер противоборство в становой тяге зрители вправе были ожидать от любимца публики, гиганта Михаила Кокляева и абсолютного чемпиона мира по безэкипировочному пауэрлифтингу Андрея Беляева. Андрей единственный выступал в обоих видах программы. Силы техники спортсмену хватило, чтобы преодолеть свой лучший результат. В четвертом подходе он установил новый рекорд России – 385 килограммов. В этом году мы целенаправленно готовились к этим соревнованиям, потому что в прошлый год у меня было очень много стартов. Честно, было так довольно тяжеловато выступать. То есть, можно сказать, что битва чемпионов в этом году для вас главные турниры? Можно сказать и так. У нас важны два турнира в году, в которые входит битва чемпионов. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, в чем секрет вашего успеха? Не знаю, наверное, в упертости, в данных моих. Так все складывается, поэтому... Что касается Михаила Кокляева, он помог преодолеть силу земного притяжения штанги весом в 390 килограмм. Больше, чем у Андрея. Но коэффициент Беляева оказался гораздо выше. По большому счету, я не готовил такой большой подъем к этим соревнованиям. Из-за того, что моя деятельность сегодня направлена на тяжелую атлетику. Поэтому я сегодня немножко постройнее, на 5 килограмм с предыдущим годом. И... ну, 390 потянул. Понимаю, что... Понимаю, что хотелось 400. Но на сегодняшний день, ну, результат меня устраивает. В итоге Михаил довольствовался третьим местом. Вторую ступеньку пьедестала занял дебютант турнира. Один из самых перспективных спортсменов страны Константин Поздеев. Он установил свой личный рекорд, подняв штангу в 370 килограммов. Однако рассчитывал на большее. Свой личный соревновательный, да. То есть есть там на 10 килограмм я превысил его, как бы. Ну, когда у спортсмена есть планка, как бы, хочется тянуть больше. Ну, это личный закал. На следующий год, я думаю, что будет еще интереснее. Потому что добавит, как бы, спортивный интерес, спортивные злости. И будет намного интереснее. Вы вообще самим турниром, его организацией довольны? Очень доволен. Очень доволен. Я так скажу, что лучшего турнира я нигде не выступал. Неважно, чемпионат мира, Кубок Титанов. Организация просто. Я доволен. То есть давали все максимально, чтобы люди поднимали. Поднимать максимально. Это еще про одного участника турнира, нашего земляка Антона Солодова. На его плечи легла, во-первых, организация турнира. Во-вторых, штанга весом в 450 килограммов. С обеими задачами он успешно справился. Его выступление хоть и носило показательный характер. Однако надо понимать, что до рекорда мира спортсмену остались считанные килограммы. 450 килограммов вообще для всех пауэрлифтеров – это такая магическая цифра в поседаниях, потому что тысяча фунтов. И, как бы, скажем так, этот вес во всем мире, за всю историю нашего спорта поднимало, наверное, я думаю, что не более 10 человек. Поэтому для меня это такой достаточно серьезный рубеж. Турнир удался. Награды нашли героев. В этом году чемпионы получили не только медали, но и кубки из рук мэра Архангельска Виктора Павленко. Муниципалитет выступил партнером турнира и включил его в официальную программу празднования «Дня города». Вот организаторы этого замечательного международного праздника, турнира, спортивного праздника выбрали город Архангельс. Это для нас приятно, почетно. Я благодарю спортсменов. Вы получили действительно истинное удовольствие. Спасибо вам огромнейшее. Удачи вам в спорте. Спасибо. Шампанское, объятия, фотосессии с поклонниками. Все это дополнительные приятные составляющие турнира. Спортсмены груз-штанг себя уже сбросили, организаторы груз-ответственности нет. Подготовка к битве чемпионов 2012 уже началась. Нет сомнения, что этот турнир Архангельску нужен. Зритель пусть смотрит и учится у таких ребят, какими надо быть и как надо работать. Было, когда 300 килограмм поднимали, там очень было. И вообще там болели, там эмоции такие, да, большие есть. Большие красивые мужчины, наверное. Это же слабые женщины. Вечты сбываются? Конечно. Бордовый горизонт, бордовая, бордовая, бокаля, поверить не могу. Все это все уже так близко, ведь завтра в семнадцатый я буду в паре спали сидеть в самолете. И думать о пилоте, чтобы он хорошо взлетел экране, удачно сел где-нибудь в Париже. А там еще немного и про вас.